Плохо отношусь, очень плохо отношусь к этому. Последний раз, когда коды ставили на людей, это было еще при фронтлагерях немецких. Мне как-то повторения подобного вообще никак не хочется. Я достаю из широких штанин новую QR-код по спортину. Смотрите, злорадствуйте, я был гражданин, а стал номерной скотиной. Смотрите продолжение в следующей серии. Неприятно то, что во многие нужны... Например, есть QR-код, который сделан для коронавируса. Например, сделал прививку и у тебя QR-код. А немногие люди могут делать прививку, потому что у них винилогические заболевания или почки. Вот, все. А скажите, как вы относитесь к мнению тому, что это такой своеобразный цифровой концлагерь, чтобы людей как-то заставить подчиняться? Дополнительная мера контроля людей со стороны властей? Ну, не знаю, не могу отойти. Во-первых, мы несовершеннолетние, и поэтому мы не будем делать прививку, естественно, по закону. Мы не обязаны ее делать. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? То есть подросткам запрещают просто ходить... Где мы получим QR-код? А вообще мера вот эта... Говорят многие критики, что это как цифровой концлагерь, как дополнительная мера контроля за людьми. Как вы думаете? Я как жил, как гуляю, как хожу, так и продолжаю ходить. Так же хожу, учусь. Причем учусь на две профессии. Там не требуют, да? Да. А вот единственный выходной, где хочется куда-нибудь погулять, сходить, это вот запрещают QR-коды. Просто удивительно. Ну и безусловно нужны. Почему? Ну, это как-никак безопасность. Ты народу по-другому не заставишь следить за этой безопасностью, за безопасностью страны, за своей безопасностью. То есть такая мера, которая позволит, да, как-то помочь, преломить ситуацию, да, с ковид, как вы думаете, да? Я думаю, да. А вот те, кто критики, говорят, что это вот такой вот, как цифровой концлагерь, как фашин, что эти QR-коды скоро ведут, и мы везде скоро только с ними будем ходить, как вы думаете? Заслуживает ли это мера? Внимание вообще заслуживает эта идея или нет? Безусловно, сколько людей, столько и мнений. Поэтому прислушиваться каждому не стоит. Нужно все равно придерживаться своего мнения. Я считаю, что QR-коды нужны, вот, и, ну, в принципе, помогут, мне кажется. Не знаю, вообще-то в данный момент моё мнение, вот, как сказать, потому что если, как вот я сейчас в ТикТоке всё время смотрю, потому что вот эта вакцина, она ещё сырая. Вот как доработают её, там, через определённый год хотя бы, тогда будет всё ясно. Ну, QR-коды нужны и не нужны, да? Вы думаете, не нужны, да? Наверное, не нужны. Это просто, чтобы это, вакцинацию. Я думаю, чего он там рассказывает? QR-код. Ну, вообще, нужен ли это? Ну, нужна ли эта мера ограничения людей? Нет. А скажите, а как вы думаете, вот она поможет? Два власти говорят, что это для того, чтобы, типа, мы меньше болели, ходили и заражались. Как вы думаете, поможет ли это? Нет. 20 лет тому назад, будем так выражаться, на нас, тем более, не заражение было. Соответственно, никто о нас не беспокоился. А тут, как решили сделать ковид, все стали переживать. А как вы относитесь к тому мнению, что люди говорят, что это QR-коды, и это зло, потому что, ну, настает эра нового такого цифрового фашизма, что люди скоро не смогут выйти из дома без них. Как вы думаете, близко ли это? Так и есть. Ну, сами посудите, принцип-то какой. QR-код – это полное ограничение, то есть, своих прав. Все к этому идет. Ну, то есть, соответственно, в будущем, я не удивлюсь, электронные паспорта, все будет электронное, полный, тотальный контроль за тобой. Ну, это как фашизм, неофашизм. То есть, удобно, да, властям так контролировать будет? И сколько людей заболеет, и сколько… Они не знают сами, сколько людей болеют, по сути-то. А в будущем они будут просто статистику знать, сколько, я извиняюсь, бабок отбили. Ну, да. Зубы въебимся. Ну, наверное, нужны, конечно. Нужны, нужны. Потому что не будешь же с собой возить целый комплекс, вот, так сказать, всех своих бумаг после выписки, после того, как ты болел. А вот как вы относитесь к тому мнению, что говорят люди, что это вот такое наступает, как цифровой фашизм, что скоро без QR-кодов, даже когда ковид пройдет, все равно оставят QR-коды, чтобы контролировать людей, как вы думаете? Что-то в этом есть весьма опасное. Потому что говорят, уже не нужно будет никакие бумажные, уже могут все твои данные заблокировать с помощью, вот, как раз, какой-то цифровой системы. Вот, все вносят цифру, да, в том числе и все твои данные, все твои карточки, и могут в любой момент их заблокировать. Как вы думаете? Стоит ли этого опасаться? Стоит. Стоит. Полностью согласна с тем, что стоит. Оно уже, где-то на 50%, мы уже заблокированы по всем статьям. То есть, все-таки, есть, да, опасность такая, тревога есть, да, по поводу будущего? Есть тревога, совершенно определенно я так ощущаю эту тревогу, и это грустно. Что это такое? Отрицательное. Отрицательное, а почему? Мороки много. Это надо иметь смартфон. У меня, например, клопочный телефон. У вас технически, да, не позволяет, да, проводить даже? Я просто не хочу этим заниматься. Это морока, мне никому не нужно. Честно говоря, я тоже. А вот скажите, как вы относитесь к тому мнению, что введение QR-кодов отразится на том, что людей вообще начнут ограничивать в итоге во всем? Ну, такой цифровой фашизм идут. Нет, этого быть не может. Я думаю, президент не допустит этого. То есть, у нас президент гарантирует, да, что этого не будет, да? Да, я пока ему верю. Владимир Владимирович. Мы вообще его очень уважаем, Владимира Владимировича. Это такой президент, который действительно, ну, тот, который нам нужен. Правильно? На данный момент. Ну, а там посмотрим, что будет. Могу критикуют. Пенсионный возраст поднял. Говорят, теперь многие будут на пенсию позже уходить. Мы к этому времени уже вышли на пенсию. А мы нет. Нас это как бы не касается. А мы нет. А вы работаете. А вы работаете, да? По-другому сказать нельзя. Нет, я считаю, что не нужна. Это бесполезно. У кого-то есть, у кого-то нет. А вот как вы относитесь к тому мнению, что вот эти QR-коды, это как такой-то суровый фашизм, и скоро людей начнут контролировать во всем ограничивать? Плохо отношусь. Очень плохо отношусь к этому. Я не согласна. Думаете, что это не так серьезно, да? Ну, как не серьезно. Просто он не нужен, этот QR-код. То есть пандемию не остановит, да, этот QR-код? А она есть? Ну, вот нам так говорят, чтобы, типа, не распространялась пандемия. То есть думаете, вру, да, все? Конечно, что и есть она. Вот я читала, говорят, если человек вакцинирован, да, то от него же никак нельзя заразиться. Зачем тогда нам маски заставляет носить? Именно вакцинированные почему-то боятся заразиться. Ну, маски тоже же не помогают. Мы носим маски, мы вакцинируемся. И все равно эта эпидемия существует. Как от нее избавиться? Каким способом? Я тоже не знаю. Но мне кажется, это все бесполезно. Сволочь! Мне кажется, это просто пытаются как-то... Как объяснить вам? Контролировать, вот. И чтобы каждое передвижение, скорее всего, человека отслеживать. Не зря же перепись населения началась. Скажите, это мера нужная вообще или нет? Или лишняя, как вы думаете? Лишняя, 100%. А как вы относитесь к тем скептикам, кто говорят, что это приведет в итоге к цифровому концлагерю, что скоро выйти из дома нужно будет предъявить QR-код? Ну, чуть ли не такие теории выдвигаются. Ну, блин, в нашей стране все возможно. Поэтому... В принципе, эта теория имеет право на жизнь, да? Думаю, да. Не рептилоиды там, не американцы, нет? Это все-таки наше, да, делает правительство, да? Конечно. Ну, блин, я, конечно, не знаю по поводу того, как обстоят дела с QR-кодами этими в других странах. Нет, ну, почти везде они отменены. Есть, конечно, страны, где они введены, но люди протестуют там, как бы. Ну, почти нигде их нет. Понял, понял. Да. Ну, все-таки, опять же, у нас страна, которая может все сделать. Ну, в принципе, все. Поэтому можно даже об этом не задумываться. Совсем с ума сошлись, что ли? В последний раз, когда коды ставили на людей, это было еще при концлагерях немецких. Мне как-то повторения подобного вообще никак не хочется. Вы тоже считаете, да, что такой цифровой концлагерь может быть, да? Властям понравится? Почему может быть? Это и делается сейчас так. Я не вижу другого объяснения, зачем он нахрен, в принципе, нужен. Да, и, в принципе, пандемию остановить он тоже не может, да? Почему-то. Ну, что он сделает? Извините меня. Как он может меня отградить от вируса, кроме как ограничить мои человеческие права? Я больше ничего не вижу. Почему нельзя заявиться в той же самой маске? Извините меня. Если это должно быть подтверждение, пускай это будет обыкновенная справка. Раньше же выдавали справки, этого было достаточно. Зачем сейчас вводить этот QR-код? Кто-то его потеряет, кто-то его не носит. У меня, например, матери там телефон позволяет, а у моей бабушки нет. Что ей делать, как вот с этим QR-кодом. То есть, я могу сказать, что техническая проблема, да, еще могут возникнуть, что не все используют смартфоны. Ну, да, поймите, да. Кто-то может забыть, кто-то может еще что-то потерять, этот QR-код. Зачем он? Ну, нужен вообще. Понимаю, там, справка, или человек болеет, это понятно. Там, в маске ходить, не ходить, я могу понять. То есть, там, распространение вируса. QR-код, как этому помогает? Я вижу, что никаких оснований медицинских для того, чтобы уводить, нет. То есть, это делается только для того, чтобы людей ограничить в их них правах и свободах. Больше ничего. Как вы относитесь к протестам в других странах, вот европейских, против этих QR-кодов? Поддерживайте. Я не вижу. Здесь, ну, я вижу, что в нашей стране просто пытаются ограничить людей, как мое подозрение в том, что грядет кризис, причем большой, и просто при помощи этого QR-кода будут ограничивать людей в их них правах. То есть, тебе, например, могут временно отключить или еще что-нибудь сделать, для того, чтобы ты не мог там прийти и скупиться, даже обеспечить свои потребности. Пушить хотят все. А тебя скажут, мы вам не продадим, потому что у вас QR-код, например, сегодня не работает. Почему? Потому что потому. Отрицательное отношение к QR-коду. Дайте это подозь. Почему? Это... Абсолютное ущемление прав граждан России. Вплоть до того, что ни права выбора, ни слова ничего не дают людям. Просто принуждает. Групповой секс лучше, чем индивидуально. Любим, как свиньи. И дохнем, как свиньи. Только потому, что мы друг другу никто. Продолжение следует... Музыка. Субтитры подогнали. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok